Здравствуйте дорогие друзья! Вот начался новый год. Он уже начался, и уже начались понедельники, и уже появилась возможность сказать нам, а вот и пришел наконец тот понедельник, с которого я собиралась начать новую жизнь. Вспомните, как часто мы слышали фразы в детстве «ты сначала поучись, потом будешь заниматься таким-то делом, ты сначала карьеру сделай, потом женишься». Вы, наверное, уже поняли, что мы сегодня с вами говорим об очень сейчас популярном термине «синдром отложенной жизни». И разговаривать мы сегодня будем, и разбираться в этом синдроме или феномене с психологом Дмитрием Титковым. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Наталья. Ну, давайте разбираться с самого начала. С термина «синдром» означает повторяющийся, да, какое-то явление «отложенной жизни». Вот прямо сначала сам давайте разберем, что это. Ну, надо сказать первый момент, что сейчас этим называют, ну, почти все и любую ситуацию, да, что мы там что-то откладываем так или иначе. Но этот термин, он описан в научных трудах, вел известный психолог Владимир Серкин. Необходимо вот так же сказать, что надо понимать, это не болезнь. То есть здесь нет, это трудно назвать прям каким-то психическим расстройством, либо чем-то вот таким, которое должно поддаваться какому-либо лечению. Скорее, «синдром отложенной жизни» — это некий образ мысли, либо это просто привычка. Я еще читала как жизненный сценарий. Да, это очень похоже. И Владимир Серкин наблюдал это у северян. У северян он изучал жителей северных районов нашей страны, у которых есть такое свойство, которое называется «времянщинчество». Оно заключается в том, что примерно 90%, очень много жителей севера грезят идеей переехать куда-то. Переехать куда-то, как правило, ну на юг, куда-то в теплые районы нашей страны, и тогда их жизнь кардинально изменится. И есть вот этот процесс откладывания, откладывания жизни на какой-то тот период, вот когда они уедут, и тогда они зашивут. Владимир оценил этот период как длиной не менее пяти лет. То есть если не менее пяти лет проходит, и есть какое-то некое событие, прям некое событие, которое должно случиться, причем вот это вот какое-то событие, оно очень значимое, но оно может быть не очень очерчено. То есть оно некое вот непонятное, да, вот, например, переезд. Переезд куда-то вот в другой край, да, например. Оно может быть не обязательно вот четко, вот там, вот как только я перееду в Сочи, моя жизнь поменяется. Нет, это может быть просто переезд, простое некоторое событие, которое потом кардинально изменит, которое кардинально изменит жизнь, и вот тогда настоящая жизнь начнется. Причем, что интересно, да, настоящая, вот эта вот настоящая жизнь, она тоже очень нечеткая. Ну вот тогда заживем. А что вот эта вот настоящая жизнь? Синдром. Хорошо, что вы сказали, что это не болезнь, потому что слово синдром всегда ассоциируется с некой, с некой какой-то болезненной такой составляющей. Отложенный, понятно, что мы сейчас будем как раз говорить о том, что человек не живет, да, я, насколько понимаю, здесь и сейчас, а жизнь — это вот та самая настоящая жизнь, которая проходит, пока мы что-то откладываем, так? Ну, как будто готовится. Как будто мы готовимся. Человек, да, человек как будто готовится к какой-то настоящей жизни, которая якобы наступит. Если вот очень просто схему это вот как-то там убирать, да, Владимир Серкин еще оперировал таким понятием, как невроз отложенной жизни. Он говорил, что там невроз — это хочу, но не могу, да, стандартная какая-то конструкция. А вот в случае как раз-таки синдрома отложенной жизни, там есть другая конструкция. Хочу, могу, но себе не позволяю. То есть как будто есть очень много каких-то сдерживающих факторов, либо есть ожидания какого-либо события. И здесь есть два момента, на которые, как мне кажется, можно обратить внимание. Это те моменты, в которых проявляется этот синдром отложенной, ну, СОЖ, да, синдром отложенной жизни. И причины, которые приводят к формированию вот этого жизненного сценария. Я бы сейчас сказал, что там есть очень важный экзистенциальный момент. Понимание жизни как таковой. То есть как будто есть слово «жизнь» — синдром отложенной жизни. И вот как бы синдром отложенной, мы сейчас это с вами раскрываем и понимаем, что вот есть синдром, синдром — это якобы болезнь, отложен, ну, понятно, что-то откладываем. Что такое жизнь? Какую жизнь мы откладываем? Что мы вкладываем вот в это понятие «жизнь» само по себе? Как будто бы здесь речь идет о том, что люди в этой системе, находящиеся в этом сценарии, тешат себя мыслью или не додумываются о том, что жизнь, в принципе, конечна. Да, это очень важный момент, который вы подметили. Жизнь, ну, перефразирую, классика, да, «человек смерти», наверное, еще внезапно смерти. Да, это об этом тоже необходимо говорить, да, и разбирать вот этот вот компонент. Что такое жизнь, да, конечная, и не знаю, насколько она конечна. То есть вы хотите сказать, что для того, чтобы человек осознал, что он находится, допустим, в этом сценарии, и вернее, когда он начнет осознавать, да, что он находится в этом сценарии, то первое, с чем он столкнется, это вот как раз с экзистенциальным понятием жизни вообще. Да. И к чему может это привести? К пониманию, может быть, к лучшему пониманию своей жизни. Не знаю, я был бы очень аккуратен здесь, ну, вот в каких-то четких определениях, да, я бы не сказал бы, что вот, ну, вот давайте назовем, что жизнь — это вот это, вот, не знаю. Очень трудный этот вопрос. Наверное, я бы сказал для себя, что жизнь — это процесс, а не результат. И вот какая-то череда событий, да, как будто мы стремимся к некому какому-то результату, который придет и вдруг поменяет нашу жизнь, да. Но я бы сказал, что жизнь — это скорее процесс. А получается, что в этом сценарии мы процесс игнорируем? Да. Все время, да? Да, это очень. Выставляет себе такие красные флажки на результат. Да, мы как будто не живем. Специалисты как раз-таки Высшей школы экономики проводили какие-то похожие исследования. Там есть какая-то вот эта корреляция с трудоголизмом, что как будто я буду отдыхать на пенсии. То есть я не буду отдыхать в течение, там, я не знаю, какого-то зрелого периода, большего времени, периода зрелой своей жизни, да, а отдохну когда-нибудь, ну, потом вот на пенсии. Вот пенсия будет, да, и тогда буду отдыхать. Сейчас я отдыхать не буду, потому что сейчас надо работать. И мы как будто вот в этом плане тоже немножко не живем. Мы как будто работаем и отделяем эти понятия. А чтобы зрители понимали, о каких, какие явления именно, да, или какие процессы, которые происходят в их жизни, относятся вот, вот это, наверное, относится к синдрому отложенной жизни. Вот о чем идет речь? Это очень трудный вопрос. Он, поскольку очень трудно вот четко прям проградировать, что вот это, это вот это, а вот это вот это не оно, это что-то другое. Почему? Потому что наша жизнь очень многообразна. И почему, собственно говоря, Серкин изучал именно народы, которые живут на севере? Потому что там очень видна корреляция. Ввиду большого количества ограничений, мы понимаем, что там районы севера — это реально тяжелые условия. Это там человек сталкивается с очень большим количеством ограничений, в том числе в плане, там, я не знаю, в том же, свободы передвижения. Просто иногда ты не можешь выйти на улицу. Там, не знаю, банальную улицу перейти ты иногда не можешь. И там есть вот этот вот переходный вот этот вот период. Там четко есть вот это вот событие, которое он выделяет. Событие — переезд. Переезд куда-то в теплые края. Хорошо. Здесь, да, мы можем говорить о том, что вот есть некоторое событие, всегда присутствует вот в этом компоненте. Предположим, что юноша, либо молодой человек, либо молодая девушка, не важно, да, хорошо получил высшее образование, там, то, которое хотели его родители, а потом пошел, переучился, получил какую-то там другую профессию. Я считаю, что в этом ничего плохого нет. Есть здесь особенности воспитания. Это не синдром отложенной жизни. А тут есть как раз-таки конечная цель, да, как будто здесь есть условия, там, значит, получение высшего образования, получил высшего образования, пошел делать все, что хочешь. Здесь как будто есть вот этот вот переход. Когда мы говорим об действительно неком синдроме отложенной жизни, у нас есть очень расплывчатый, очень расплывчатый момент перехода в настоящую жизнь. очень, он очень, бывает, очень расплывчатый. Тем более у нас еще более расплывчатая та жизнь настоящая, которая начнется. У нас как будто ее, ну вот, это просто настоящая жизнь. Это просто некоторая абстрактная величина, которой мы пытаемся стремиться. Так же и событие, оно может быть очень абстрактным. Но важно именно время. Вот здесь фактор времени, он играет роль. Хорошо, я все-таки попытаюсь еще вот по группам повыяснять. Вот, допустим, мамы, которые говорят, вот я посвящаю себя ребенку, вот он вырастет, тогда я займусь своей личной жизнью, тогда я буду делать то, что хочу. Вот это может относиться? Да, похоже. Хорошо, другая ситуация. Люди живут в браке, но брак давно себя изжил, и они, ну, по сути, друг друга мучают, но они не могут, вот я еще, вот, допустим, я еще немножко поживу и вот разведусь. Вот еще немножко, это тоже или нет уже? Очень трудно здесь вот сказать четко, да? Опять же, я как-то немножко буду, возможно, разочаровывать и вас, и зрители, да, говорят, что, ну, вот может быть, но вот может быть и не так. Ну, сложно здесь действительно типировать, поскольку здесь может быть очень много факторов, почему, например, люди не разводятся, да, в браке, там, очень-очень-очень-очень-очень может быть много, хотя, да, если они вот думают, что будет похоже, да, если, там, допустим, они будут вместе, пока ребенок не вырастет, да, что будет потом? Потом вот они заживут настоящей жизнью, да, и хорошо, если у них хотя бы есть такое понимание, что там первое, что они сделают, например, они разведутся. Хорошо, что они будут делать после этого. Да, 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 вот что потом наступает? К слову, за разочарование. Скорее, вы нас не разочаровываете, а учите быть осторожным в каких-то резких делениях, в резких градациях. А что потом? Вот оно наступило, да? Вот, допустим, человек приехал, возьмем даже Серкина. Он, наконец, закончил свои северные дела, он заработал северную надбавку, северную пенсию и вернулся туда, куда хотел, переехал. Я уверена, что есть статистика о том, что не у всех все складывается хорошо. У меня есть такой пример. Это, по-моему, его описывает транзактный аналитик, психолог Василий Пузиков. Он описывает один случай своей практики. Это как раз-таки мужчина, который грезил идеей купить яхту, как у Абрамовича. И в какой-то момент он заработал действительно столько денег, что он купил яхту, как у Абрамовича. И только потом узнал, что у Абрамовича есть другая яхта, в несколько раз больше, да, и он уже не сможет, ему не хватит жизни, чтобы заработать на нее. Вот этот вот случился. Мне кажется, что это тоже каким-то образом можно отнести сюда, да, потому что была некоторая идея. Некоторая идея того, что вот как только я куплю яхту, как у Абрамовича, я стану, либо жизнь как-то изменится, и вот я начну вот прям, да, я не знаю, там, получать от жизни удовольствие. Да, человек заработает на эту яхту. Я позволю себе расслабиться и начну отдыхать, а пока не заработаю? Да, на своей яхте, да. А пока вот не заработаю денег, я там, собственно говоря, буду посвящать себя, чтобы заработать на эту яхту. Я, может быть, не буду вообще ничего делать. Смотрите, вот этот пример, он на самом деле в два направления уходит, да. Первое, это когда человек говорит, я вот, ну как про миллионеров, я заработаю два миллиона, потом начну отдыхать, а потом появляется три миллиона, пять миллионов, третья яхта, десятая и так далее. Это одно направление. А второе, это как будто бы погоня за кумиром, да. То есть у тебя есть какое-то, ну, идолоподобное существо или поколение, или целое направление, к которому, мода, к которому ты хочешь успеть. А успеть это практически невозможно. Это такая гонка по кругу, потому что обновления будут приходить гораздо чаще, чем ты сможешь их осваивать. Вот это тоже синдром отложенной жизни, потому что вот в моем представлении это так, потому что пока человек бежит вот за этим обновлением, он не замечает, мимо чего он пробегает. Да, очень может быть. Очень многие специалисты, описывая вот данное там явление, да, я бы сказал, синдром отложенной жизни, да, хорошо. Есть какая-то трудность в идентификации эмоций, собственно. Как будто мы вот, опять же, вот как правильно сказали, в погоне за чем-то, мы не видим этой жизни. То есть мы как будто, ну, вот я прям не говорю, да, что мы не чувствуем эмоции, но мы как будто их не замечаем. То есть у нас... Это капсула, летящая в пространстве, да? Да, у нас как будто есть вот какая-то вот идея, я бы сказал, что это идея, и мы гонимся за ней и там бежим, не знаю, там, ползем, да, к ней. И вот пока мы к этой идее идем, бежим, ползем, мы не замечаем вообще ничего, что происходит в данный момент. В Риме. Наверное, мы все-таки будем говорить здесь о воспитании. Семья. Да, ну, естественно, как бы, что формирует ребенка, да? Родители формируют ребенка, да? Чему учат ребенка родители? То, чему они умеют сами. Да, наверное, здесь есть какие-то семейные факторы в плане передач, может быть, каких-то семейных мифов или семейных каких-то задач, которые потом возлагаются на ребенка, да, и ребенок здесь как будто тоже не живет своей жизнью, да, он, скажем так, немножко скован семейные идеи, да. Ну, плюс еще реализация сценариев родителей, что тоже очень часто бывает. Да, 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 да. Вот, и это запускает такой некоторый сценарный процесс. Среда, опять же, да, в которой он растет. Идея, опять же, если мы возвращаемся, да, это, может быть, там, идея вырваться из маленького города в какой-то другой город, да, в большой город, например. Там якобы есть жизнь, а, ну, скажем так, в провинции нет, да, жизнь. Тоже вот такая идея. Самое, очень трудно, вот, прям, опять же, точно выделить факторы и критерии, которые ввели бы к этому. Хорошо. Вот если мы говорим, что это явление, а не неболезненное проявление, чем он опасен для человека, который не осознает у себя вот это, наличие этого явления в своем мире? Да, я бы не сказал, что вот он прям опасен. Ну, хорошо, пусть не опасен. Ну, как, вот в моем представлении, наверное, это скорее так, потому что все-таки жизнь-то проходит, и она конечна. И экзистенциальный кризис, он... Да, и будет не... Шарахнет, да, и будет не слабым. И чем больше вот эта жизнь затянута, отложенная, чем сильнее, мне кажется, будет этот удар, нет? Да, я с вами согласен, но это просто грустно. Ну, я не вижу в этом... Ну, опасность, это очень-очень такое, как бы расплывчатое понятие. Как будто с этим вот, если это опасность, это надо побеждать, бороться с этим. Ну, грусть. Да, ну, это, да, действительно, грустно, это... В этом нет жизни, она отложена. В этом нет жизни в таком очень широком и глубоком понимании слова. И получается, что человек, находясь вот в этом явлении, он неосознанно выбирает этот тип жизни, этот вид проживания. Не берусь сказать, не берусь сказать, неосознанно. Может быть, и осознанно, да, да, да. Он не очень осознает, вернее, он осознает то, что как бы жизнь изменится, если произойдет нечто. Вот это он осознает. Да, но за этим действием может и не последовать, да, потому что действия могут дороже стоить, чем то состояние, в котором он сейчас находится. Оно может быть более травматичным для человека, здесь и сейчас находящимся, да. Да, вы очень правильно заметили вот эту вещь. Ну, я, может быть, там как-то буду говорить, может быть, я не прав, да. Но вот этот вот, скажем, синдром, который есть, ну, например, у меня, да, допустим, он у меня за чем-то есть. Возможно, он меня от чего-то оберегает. Я бы не сказал, что вот есть эта вот идея, что нужно. Да, конечно, я бы всем рекомендовал, кто наблюдает какие-то такие вещи, да, что там, что у них есть какая-то идея, что после этого их мир перевернется, что они только готовятся к жизни, а потом наступит какая-то вот другая жизнь, да, что вот они заживут. Мне кажется, я вот так очень просто все факторы перечислил, да, вот если вот очень просто говорить, которые могут быть. Да, я бы всем, наверное, рекомендовал осознать, что жизнь, она происходит сейчас, она не начнется. Там, даже когда мы умрем, я здесь не берусь говорить, но я думаю, что не начнется жизнь где-то там, какая-то другая, что жизнь, она вот сейчас, она вот-вот прямо сейчас происходит, а не там будет когда-то. И вы очень хорошо заметили по поводу того, что вот мне это зачем-то надо, да? Если тебе так комфортно, живи, да? Это твой выбор, ну, как бы, да, грустно, да, но если ты считаешь, что тебе так удобнее, тебе так легче, то живи так, как тебе нравится, никого не слушай, так? Ну, в этом есть выбор человека. Вот что важно. В этом есть выбор человека. Если он выбирает жить так, как ему хочется, это его собственный выбор. С другой стороны, это может быть сложно. Сложно, грустно. А вот есть еще такое мнение, что вот это явление говорит о том, что человек от чего-то убегает из сегодняшнего дня в будущее. Может быть, ему страшно. Я вот прям убегаю от чего-то, ну, возможно, он чего-то не замечает, возможно, да, действительно, он чего-то избегает. Или старается не заметить. Да, старается не заметить, избегать. Возможно, да, действительно страшно. То есть он формирует некую такую конструкцию в будущем, где вот этого страха сегодняшнего уже не будет, он думает. Ну, это как будто, да, немножко про поиск того идеального момента. Как будто, что вот должно вот что-то наступить, это вот какой-то вот идеальный момент. Вот смотрите, опять мы относимся, вот когда мы разбираемся в этом явлении, опять мы приходим к эмоциям, да, говоря об эмоциях, приходим к тому, что нас всю жизнь учили только фиксировать положительные эмоции и избавляться от отрицательных, то есть стараться их не замечать, нивелировать, зажимать там, не показывать и так далее, да. И когда человек вот здесь в сегодняшнем страхе, вот я сейчас, наверное, ну как бы фантазирую, ну может быть про себя говорю, как говорят психологи, чтобы человек не говорил, он говорит о себе, да, то сегодняшний день, это может быть страх с прикосновением с теми самыми непрожитыми негативными эмоциями, а в будущем я как будто бы вот всё это прожила, я такая молодец, я всё сделала, я всё решила, и в будущем у меня уже этих эмоций нет. Ну туда не попадёшь, пока вот это не проживёшь. Нет такой машины, которая перенесёт тебя из одного состояния в другое. И вот этот вот непрожитый участок, он так и останется непрожитым, и он никогда никуда не денется, он останется отложенным. Да, это очень хороший гипотез. Да, я думаю, что у кого-то может быть, что кто-то встретится именно с этим. Здесь есть, как мне кажется, другая очень опасная ловушка, да, в которую нас пытаются затянуть, скажем так, это другой край просто, но это другая полярность. Да, если здесь мы жизнь откладываем, 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 нам что говорят? Нужно жить каждым моментом. Нужно жить здесь и сейчас, и тогда как будто всё получится. Но наша жизнь настолько сложна, и она, ну как, я считаю, что жизнь наша неположительная, вот прям не со знаком плюс. Но она разная. Сама по себе. Она разная. Конечно. Она очень-очень разная, и вообще жизнь, и тем более, не знаю, в наш век, в современную эпоху, она очень сложная и многообразная. Соответственно, когда мы говорим человеку и транслируем какую-то идею, что надо жить здесь и сейчас, то мы готовим, ну вернее, скорее избегаем, но он должен быть готов к тому, что он встретится с не очень приятными вещами, которые там, и тем более, если затрагивать, да, сегодняшнюю, скажем так, эпидемиологическую, да, обстановку, которая нам всем сказала, что, скажем так, смерть рядом с нами, и это всё может быть очень внезапно, очень быстро и очень скоротечно. И как будто, когда мы начинаем жить каждым моментом здесь и сейчас, мы сталкиваемся с тем, что в нашей жизни много ограничений, она не такая позитивная, и наслаждаться, тем более наслаждаться каждым моментом, просто не получается. Ну, просто потому, что есть некоторые вещи, которые сложно охарактеризовать положительно, сложно ими наслаждаться. Они существуют объективно? Да. Независимо от того, хотим мы этого или не хотим? Мы это или нет. Если человек хочет проживать свою жизнь здесь и сейчас, то он может это сделать в любой момент своей жизни. Но он должен иметь, в этом случае, может столкнуться с собственной жизнью, собственным бытием, то, что называется. Если все-таки человек уловил у себя вот эту тенденцию к отложенной жизни, есть какие-то рекомендации, шаги, как ему выходить из этого состояния? Ну, в первую очередь, это осознать. Ну, хорошо, вот я осознала дальше. Собственно говоря, следующий бы шаг, я бы разбирался в том, что такое жизнь. Чего мне не хватает сейчас в этой жизни. Какая идея настоящей жизни у меня есть? Какой на самом деле жизни я бы хотел стремиться? Лично я бы начал разбираться именно с этим. То есть, что такое жизнь для меня сейчас? Что, ну вот, что должно такого произойти? Ну, хорошо, допустим, это произошло. И какая жизнь стала бы от этого? И чем она отличается, там, я не знаю, от моих представлений сейчас? Из каких-то вот практических-практических вещей, да, я бы рекомендовал, наверное, получше с собой, ну, вот это опять же, это получше с собой познакомиться, это получше понимать свои чувства, свои какие-то эмоции. Это вообще разобраться в том, что мне нравится, что мне не нравится, чем я хочу заниматься, хочу ли я откладывать свою жизнь для того, чтобы строить карьеру. И что будет, если я построю ее? А что такое карьера для меня? Это зарабатывание денег? Либо это власть, либо это еще, либо это попытки что-то кому-то доказать, возможно, самому себе. И если там эта карьера будет, как изменится жизнь? И что это будет за карьера? Я не знаю, карьера банковского служащего, либо, может быть, карьера футбольного тренера? Мне очень понятно, что вот именно построить успешную карьеру и тогда отдыхать, например. Ну, какую карьеру? На это может уйти очень много денег, очень много времени, денег. Как вы-то говорите про то, что надо уметь вопрос самому себе задавать, да? Вот в одной из лекций Татьяны Черниговской, она говорила о том, что на самом деле, чем раньше вы с собой познакомитесь, чем лучше. И сделайте это максимально честно. Никому не говорите, какая вы или какой вы на самом деле, но сами с собой будете честны. И мы боимся задавать себе вопросы, потому что мы боимся столкнуться со своими, ну, как бы, вот теми сами условно-негативными сторонами, которые нам приучили нас считать негативными, да? И как же, как же? Я могу быть такой, а я могу, да что вы, этого быть не может. Я же такая вся хорошая девочка, да? Меня так воспитали хорошей девочкой. А хорошая девочка говорит, ой, я не буду, я не буду. Вот я сделаю, вот я же хорошая девочка, я вот это вот сделаю, вот это сделаю, а потом я буду такой, какой я хочу. Я могу только ответить тоже цитатой. Это из сериала «Клан Сопрано». Мать Тони Сопрано говорит сыну Тони Сопрано, на Энтони-младшему. Она ему говорит, счастье не наступит никогда. Ну, то есть, пока ты ждешь, что счастье наступит, счастье не наступит никогда. И тогда ты разочаруешься в людях и останешься в одиночестве. Вот это, мне кажется, какие-то очень озвученные, ну, такие созвучные, что ли. Мне как-то вот это вот отвлекает. Хорошо. Вот если человек начал заниматься собой, но у него нет возможности, опять-таки, сходить к психологам, разные ситуации бывают, мы можем самостоятельно сделать, я не знаю, ну, составить себе какой-то план, какие-то шаги начать действовать там. Да. Вообще, один из, вот, по-моему, об этом все специалисты говорят, да, что вот такого можно сделать, чтобы выйти, как-то так, из-за этого состояния, да, или синдрома отложенной жизни. Запустить каскад действий. Этот каскад действий должен быть, ну, вот, в бизнесе постановка задач. Да, результат должен быть, как бы, конеченным, более-менее таким, осязаемым и измеримым. Да, это ставить цели. Ставить цели реальные. То есть, не цели, там, они могут быть совершенно разные, но они должны быть какими-то конкретными, какими-то измеряемыми. И еще, если там есть какие-то подцели, когда человек видит путь к этим, к достижению этих целей, да, это может вот, как раз-таки, помочь ему выйти из вот этой вот невариативности. Это очень важный момент, который я, к сожалению, да, забыл подметить. Есть, очень многие специалисты описывают синдром отложенной жизни как туннельное мышление. Да, это вот то, о чем мы с вами очень много говорили, как будто есть один путь, какая-то очень, такая линейность. Да, сама по себе, что вот есть, как бы, там, подготовка к жизни, такая прежизнь, там, события и жизнь настоящая. Да, вот это вот какой-то вот так путь по туннелю, где нет каких-то других вариантов, нет какой-то вариативности. Да, и одним из способов выйти из этого, это увидеть вариативность в этой жизни. В качестве примера, это, я смогу, моя жизнь начнется только тогда, когда я похудею. Ну, например. Да? Ну, популярная тема, да? да. Вот пока я не в том весе, в котором я сейчас нахожусь, я не живу. Ну, да. Да, и что будет, там, если вы похудеете, да, как разменится ваша жизнь? Как правило, за вот этим вот есть что-то еще. Ну, это вот пример вот этого, тоннельного как раз. Да, 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 вот это вот под этим есть, вот, как бы что-то еще. То есть, да, запустить какой-то кастерат действий. На самом деле, ставить себе цели и достигать их неплохо. То есть, я не за вот какое-то такое, да, вот какое-то патологическое, фанатичное достигательство. Но, само по себе, ставить себе какие-то цели, в том числе, амбициозные цели, неплохо. Очень логично подождать, ну, как подождать, в это время, естественно, работая, учаясь, да, как-то там, я не знаю, закончить вуз. Но цель закончить вуз, она, по-моему, достижимая, реальная, и для этого могут быть все средства. А я вот подумала про маленькие шаги. Ну, допустим, человек вот находится в этом синдроме, да, он у него вот повсеместно. И в этой ситуации, мне кажется, даже будет, ну, таким героическим поступком, если человек, ну, вот в воскресенье, типа, я не, ну, опять вот в этой же ситуации, я не пойду никуда. Я схожу потом, в следующие, в следующие выходные, я пойду на лыжи, в следующие выходные, да, вот он встает, и, может быть, на лыжах не идет, но встает и выходит на улицу. Да? Вот, то есть, такими маленькими шагами мы можем выйти из этого состояния. И здесь будет раскручиваться постепенно этот муховик. Да, и мечтать при этом, как бы, тоже не вредно. У меня есть, ну, вот, как бы мечта. Я хотел бы, не знаю, какую-нибудь свою старость, да, может быть, может быть, не старость. Я бы хотел иметь, не знаю, что-нибудь бы на побережье. Да? Я бы хотел еще бы теплый климат, да, где-нибудь на побережье. У меня варианты могут быть самые разные. Вот, я не знаю, какого-нибудь побережья на Средиземном море, это побережье Чурного моря. Я понимаю, что средств на это, на все, у меня может быть очень разное количество. Ну, я это правда, я не знаю же, как жизнь сложится, в этом плане. Но я как бы готов, что есть какой-то, скажем так, вариант А и вариант Б. И, в принципе, вариант Б может быть, как бы, похуже, и он менее красочный, привлекательный, но он все равно то, что называется, меня устраивает. Ну, хорошо, что вы про мечту сказали, потому что, смотрите, если у нас мечта-мечта, это вот, ну, по-моему, пример, прям вот яркий пример синдрома отложенной жизни. А если мы мечту переводим в цель, вот вы хотите дом на берегу, и вы будете искать работу, которая поможет заработать вам денег на это, и при этом, ну, не будет, скажем так, противной, да, будет вам нравиться, то это перевод, то есть получается, что перевод мечты в цель, это один из... Один, это может быть один из вариантов. А как насчет того, что хвалить себя? За то, что ты маленькие шажки какие-то делаешь? Хвалить себя всегда хорошо. Не избранять никаких количеств. Конечно, давать себе самому какие-то поглаживания, это, я не знаю, суперские. И вознаграждать себя в том числе, там, это тоже неплохо. Вознаграждать себя за какие-то маленькие победы. Там можно по-разному это описывать, там, как позитивное подкрепление, да, либо там, работа над своими желаниями. Может по-разному, там, с разных точек зрения на это смотреть, но как-то вознаграждать себя, да, неплохо делать какие-то маленькие, там, маленькие призы себе за какие-то, там, собственные маленькие победы. Ну, вообще, радовать себя. Ну, и про страхи, вот то, что вы сказали, там, интересный пример описывали, что, ну, я боюсь, допустим, ну, что, пойти на каток. Вот у меня есть опыт, я последний раз очень сильно упала, и мне как-то больше туда не хочется. И я благополучно вычеркнула это, ну, вот это, это мероприятие своей жизни. А ведь мы идем туда, ну, если мы идем туда с мыслью падать, то мы упадем. А если мы идем туда с мыслью, что мы можем там встретить интересных людей, получить массу положительных эмоций еще до того, как мы встали на коньки, да, посмотреть на радостные лица вокруг тебя, да, то есть это некое событие в твоей жизни, то ты его привлекаешь, и, в принципе, ничего там может не случиться. Мы же не знаем, жизнь, она хитрее, чем мы. Мы не знаем, что где тебе уготовано. Но, как правило, на катке я падаю. Поэтому я боюсь ходить на каток. Ну, там можно, кстати, сесть на такая штучка, как сиденье есть, и тебя будут возить, с которым ты точно не упадешь. И здорово, если я вижу вот такие вот варианты. Либо я, например, я не знаю, встречу своих друзей после катка. Я сам на каток не пойду, но вот я сразу, как только они выйдут, я к ним пойду и буду слушать, как им было весело. Все-таки мы возвращаемся, Дмитрий, к тому, что человека заставляет вот в этом состоянии находиться в основном страхе того, что происходит в сегодняшней его жизни. Страх непринятия того, что происходит в сегодняшней его жизни. Да, это определенно, да, это страх встретиться, возможно, с самим собой, со своей жизнью. И у нас еще есть такой момент, который используют, ну, скажем так, недобросовестные рекламодатели, рекламщики, да, когда вот этот термин, как манипуляцию для взятия кредита. Второго шанса не будет, живи этим моментом, здесь и сейчас, возьми кредит. Но в этом есть другая полярность. Мы с вами уже затрагивали вот эту вот тему, да, есть как бы полярность. У тебя есть отложенная жизнь, и живи только этим моментом. Как будто вот это вот очень-очень большого, там, я не знаю, даже объема, наверное, вариантов, которые есть посередине, его как будто нет. То есть только сейчас, или прям сильно потом. И вот на этом есть очень большое количество, совершенно, ну, очень много таких изящных спекуляций. И популярные, скажем так, популярные психологи, которые транслируют поп-психологию, они как раз-таки тоже этим спекулируют. Они говорят, ну, все, делай просто все, что хочешь. А начни жить здесь и сейчас. Но, во-первых, мы можем столкнуться с большим количеством ограничений, либо мы здесь сейчас берем кредит и сталкиваемся потом с тем, что нам оказывается на протяжении определенного количества времени его уплачивают. Либо нам его просто не дадут, как вариант. Либо нам его просто не дадут, и это тоже будет какое-то ограничение. Во-вторых, это связано с тем, что мы живем в эпоху сверхбыстрых достижений, и у нас есть такой тренд на достигательство, на постановку целей и достигательства. Это немножко, да, опять же, мы как-то с другого, да, с другой стороны Луны смотрим на это все, когда мы занимаемся только тем, что ставим себе цели. Это тоже немножко преизбегание жизни как таковой. Чем мы ставим эту цель? Для того, чтобы просто их достигать. Зачем нам эти цели? Да, с другой стороны. И здесь, конечно, нам думают за нас. Начинают думать за нас, да, мы только подумали о том, что, ну, неплохо бы нам съездить в отпуск куда-то. Например, как мы открываем телефон, и у нас есть уже подборка туров, которую нам предлагает контекстная реклама. Да, и здесь нас как будто это все на самом деле отвлекает от жизни. Оно как будто начинает нам предлагать. Навязывать, я бы уже сказала. Да, очень агрессивно предлагать какие-то вещи, которые, может быть, да, нам даже и не нужны. Да, и это подкрепляет вот этот синдром еще больше. В то время, как человек может, может, и, наверное, было бы правильно посмотреть на свою жизнь, а сколько в твоей жизни присутствует искусство, творчество, развитие, да, ну, ну, да, креатива, в конце концов, да, то, что, в принципе, украшает эмоции отрицательных, положительных вообще, насколько она насыщена событиями, переживаниями, и, вообще, наслаждаюсь я этой жизнью. Да, 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 в том числе. Нравится ли моя жизнь? Мне вот прямо сейчас вообще, и что я готов поменять для того, чтобы, я не знаю, оно мне чуть лучше. Что еще интересного есть в этом феномене или синдроме, о чем мы не сказали? Мне кажется, мы сказали вот обо всех вещах, которые могут охватывать это понятие, да, и, естественно, оно спекулятивное, как вы неоднократно, да, отмечали сейчас ярлыки, вешать на себя там очень модно, очень много, да, и само по себе называть вещи какими-то вещами, это неплохо. Я бы хотел, опять же, повторить, что это, да, это не болезнь, но это вот какой-то образ мышления, это какой-то, вот, повторяющийся, это какой-то сценарий, повторяющийся паттерн поведения, какой-то. Это наша какая-то привычка, привычка каким-то мыслить и поступать каким-то определенным путем, не видя вариативности. А в нашу сегодняшнюю жизнь, наша жизнь очень многогранна, очень сложна и очень многогранна. И на другом полюсе есть какой-то голос, который говорит, да нет, жизнь простая, жизнь проще, на самом деле. Тебе просто нужно научиться радоваться мелочам, но бывает, находясь в таким, не знаю, условиях большого количества ограничений, в том числе климатических, например, очень сложно радоваться мелочам. Очень сложно там смотреть, я не знаю, на свечу и радоваться там какому-то. Ну, в этом феноменальность жизни и заключается. Она сложна и проста одномоментно. Ну, вот, резюмируя наш разговор, скажите, что вот правильно же мы, да, об этом говорили, что если тебе вот в этом синдроме отложенной жизни, хорошо, комфортно, да, никого не слушаем, живем так, как нам нравится, и это тогда не синдром отложенной жизни, это твоя жизнь. Да, я бы сказал, что это, я бы не говорил, что это вот прям правильно, да, но это выбор, это собственный выбор. И это надо иметь мужество сказать, что, ну, я останусь и буду, скажем, верить то, что, да, действительно уступит какая-то другая жизнь. Да, спасибо, что вы мне об этом рассказали, но я здесь остаюсь, потому что мне здесь вот как-то так, я выбираю этот вариант. Я выбираю этот путь, и в этом есть вариативность, и в этом есть мужество сказать себе, ну, блин, ну да, ну вот так, но я сейчас это делать возможно не могу, не хочу. И если человек все-таки поймав себя на этом состоянии, говорит, нет, ребят, вы мне спасибо, что сказали, но я так не хочу, мы ему говорим о том, что да, план, какие-то мелкие шаги, выхода, да, изучить себя, познакомиться с собой, как можно ближе, как можно честнее, как можно правдивее, да, обнаженнее, если можно так выразиться. Да. И тогда уже иметь смелость слышать свои собственные желания и идти за ними, ну, в сочетании со всем остальным, конечно, миром, вот, и делать какие-то конкретные шаги, мелкие, маленькие, но делаем шаги, хвалим себя за эти шаги, да, то есть положительное подкрепление все время формируем, и действуем, 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 и льховик постепенно, постепенно, постепенно раскручится. Правильно я вас поняла? Да, я бы сказал, встретить свою жизнь лицом к лицу. Да. Посмотреть на нее. Да, и вот знаете, вот удивительно просто, каждая практически встреча вот со специалистом, который я здесь провожу, заканчивается одной мыслью, что действие, если человек ничего не делает, ничего не изменится. Если ты хочешь что-то в своей жизни поменять, то нужно хоть маленькое, но действие совершить. это твой личный, как бы волевой импульс должен быть. Не знаю. Если есть желание поменять. Вот. Так я об этом и говорю, если есть желание поменять, то импульс должен быть, должно быть какое-то действие. Опять, человек сталкивается с выбором, и он должен его сделать. Либо он, и вот это вот, как раз таки, выбор, ничего не делать, это тоже выбор, это тоже действие. Но, а при этом происходит некоторое осознание, некоторое понимание про себя, про свою собственную жизнь. это больше психическое действие, да, чем физическое. Но это действие. Но это действие. Да, это будет. Тогда мы, тогда мы, да, разграничиваем физическое и психическое действие, да? Да, то есть, да, здорово, если там, если есть какие-то неудобства, да, не нравится жизнь, не хочется что-то поменять. Я всегда говорю, что да, я за поставить эксперимент. Поставьте эксперимент, да, не делайте сразу резких шагов, да, сразу не разводитесь, не сразу бросайте работу и не выходите. Поставьте эксперимент, попробуйте что-то поменять, какой-то маленький шаг. Подготовьте условия для того, чтобы вы куда-то переехали, нашли другую работу, как-то, ну, не благополучно, да, как-то мирно разошлись и потом, соответственно, да, делайте какие-то там другие шаги. Либо вы просто приходите к осознанию того, что, ну, вот ваша жизнь на ка, да, что, возможно, она полна ограничений. И, ну, есть выбор тоже ничего не менять. Просто про это что-то понять. Да, как говорил один из героев литературных, делайте свой выбор, господа. Да. Выбор всегда за человеком. Всегда очень персонифицированный, всегда очень индивидуальный. И ни один психолог, этот выбор, ни один специалист, вообще ни один другой человек за вас его сделать не сможет. Это всегда ваше решение. И оставаться в этом условном синдроме отложенной жизни, либо пытаться из него выйти из этого замкнутого круга и понять, что жизнь проходит, это тоже дело ваших рук, дело вашего выбора. Спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо. Мне очень понравился сегодняшний разговор. Он такой ненавязчивый, я бы сказала, получился, да, такой очень экологичный, как сейчас говорят. Хочешь, живи так. Не хочешь, меняйся. Спасибо. Спасибо вам большое за внимание. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Жилова. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok